В управлении Следственного комитета по краю сегодня рассказали об обстоятельствах задержания депутата Законодательного собрания Владимира Седова. Он подозревается в получении крупной взятки. Напомню, это произошло в четверг вечером. Опубликовано оперативное видео. Народного избранника задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Следственные действия проходили в кабинете депутата. Напомню, Владимир Седов был избран в Краевой парламент по Ачинскому одномандатному округу номер 11. Входит в состав комитетов по госстроительству, местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества, а также по здравоохранению и социальной политике. Представьтесь, пожалуйста, Сергей Владимирович Сергеевич. Должность, звание свое депутата Законодательного собрания Красноярского края. В связи с чем сейчас находятся здесь люди из правоохранительных органов? Мы остановили, провели, я так понимаю, досмотр. Сейчас какая-то операция осмотра кабинета проходит. В декабре 2015 года Владимир Седов узнал о том, что у фирмы ООО «Злата» имеются проблемы, связанные с проверками контрольно-надзорных органов, и предложил представителю этой фирмы покровительство при урегулировании вопросов с данными органами. Представитель ООО «Злата» на это согласился, и 4 февраля на счет подконтрольной Седову фирмы была переведена сумма взятки в размере 1 миллион 100 тысяч, являющейся частью более крупной взятки. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 получения взятки в особо крупном размере. 6 февраля по ходатайству следствия Седову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Случившееся также прокомментировал председатель законодательного собрания «Край Александр Ус». Он отметил, что весь депутатский корпус заинтересован в максимально полном и объективном расследовании. Конечно, это достаточно такой неприятный инцидент и с политической, и с человеческой точки зрения молодой человек. И у меня лично вызывает всегда сожаление, когда мы имеем дело с такого рода ситуациями. Ну, когда это случилось, естественно, как руководитель законодательного собрания я получил всю необходимую, допустимую информацию от руководства соответствующих силовых структур. Ну, и состоялся разговор с самим Седовым телефонным через адвоката, что называется. Никаких жалоб, что называется, у него нет. Наша функция заключалась в том, чтобы в суду по избранию меры пресечения представить необходимую информацию по его характеризующим данным, по его работе, а также по полномочиями, которые он располагал. Спасибо.